Смотрите, должно работать так. Человек должен брать энергию любви от чистоты. Вот, допустим, почему монахи живут в монастыре? В чем причина? Зачем они там? Ну, они себя всего лишили. Что, может, они дураки? Спасибо за помощь. Спасибо, я уже услышал. Все услышали. Что, дураки они, что ли? Просто словами младенца глаголит истина. Иногда младенцы понимают, помогают, тема сложная. Что, дураки там в монастыре живут? Или, может, у них просто не удалось? Некоторые думают, да, у них не удалось там все. Импотенты, может быть, или там еще что-то. Ну, и живут в монастыре поэтому. У кого другие мнения есть на этот счет? А кто из вас видел светлые глаза монаха? Поднимите руку. О! Значит, все-таки есть там как что-то такое, чего мы не знаем? Есть, значит, там такие отношения возвышенные, чистые, которые нам далеки для нас? Значит, есть там какая-то сила необъятная в этих людях? Откуда же она берется? Почему же они такие сильные, а мы такие славы? Почему они могут соблюдать заповеди, а мы не можем? Потому что мы вращаемся в энергии наслаждения, живя для себя, рядом с близким человеком, наслаждаемся им. Они вращаются в энергии служения, потому что они отделились от себя от наслаждения, они отреклись от наслаждения. Интересно, что веды говорят по поводу семейной жизни. Они говорят, это то же самое, что монашеская жизнь. Только есть два пути. Один путь. Есть сильные люди, у которых есть уже наработки в плане отношений, настоящих чистых отношений. Они просто раз поставили точку и начали ко всем отношиться чисто и светло. А семейные люди, это те люди, которые так не могут сразу сделать. Они должны это сделать постепенно. Отсюда вывод. Разводиться нельзя. Вот эту точку надо пройти. И потом уже начинаются вот эти светлые отношения. Серебряные свадьбы, негаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевный разговор. А почему это он душевный-то стал вдруг? Раньше-то не был душевным. Раньше какой разговор был? Светки Соколова, день рождения. И сегодня 30 лет. Я несу в подарок поздравление. И красивый розовый укин. Розовый укин. Душевный разговор, нет? Не очень. Видите, немножко разница какая-то есть в разговоре. То есть ты несешь к Светке Соколовой букет, ну как бы, ну есть какое-то чувство у тебя, и далеко не это вот чистое и светлое, правильно? А все то же самое, хоть тебе уже и побольше лет стало. Пора мозгами шевелить начинать. Итак, интересный момент получается, что человек не от близкого человека силу-то должен ждать. Есть же настоящий источник силы, от которого ее надо ждать, но мы не понимаем этого. Открываю вам сердце. Это очень важно в таких беседах, открывать сердце. А вы посмотрите, я правду говорю или нет? Сегодня утром я в самолете к вам летел, поэтому я не смог вот такое состояние войти. А вчера утром я сидел перед изображением своего наставника, духовного учителя. И во время молитвы я постоянно повторял. Я хочу служить вкусу твоей любви. Я хочу служить вкусу твоей любви к Богу. Пожалуйста, сделай меня инструментом в своих руках. Я хочу жить для тебя. Нет у меня прибежища в этих отношениях мирских. Я хочу чистоту, вкус от твоих отношений с Богом испытать. Пожалуйста, я хочу служить твоей любви. Займи меня в этом служении. Сначала ничего не получалось. У меня в сердце сидело, мои желания не всплывали. Я думал о том, что у нас на работе происходит, там и все прочее. Но так как я уже не первый день это делаю, постепенно, через час где-то молитвы все вытеснилось изнутри. И появился этот чистый вкус отношений. Я вспомнил, какой светлый человек духовный учитель. Какая из него чистота исходит. Как он живет, что ему ничего не надо в жизни. Хочет только служить другим людям и Богу. Сразу у многих возникает в сердце. Таких не бывает людей, не бывает. Ну хорошо, если вы считаете, что не бывает, продолжайте так считать. Может быть у вас из этого что-то и получится. А может быть и нет. Итак, смотрите, интересно, что человек может быть не на человека, а может на священную книгу он будет так настраиваться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!